А перед началом ролика хочу дать небольшую рекомендацию, если вы ищите надежный проверенный таксопарк для подключения к Яндексу с выгодными условиями, я вам рекомендую экспопарк. Он работает во всей стране, имеет ежедневные выплаты без комиссии и всегда можно воспользоваться моментальными выплатами. Тарифы интересные, это 3,5 рубля с заказа для водителя и либо 53 рубля в сутки. Для курьеров сейчас акция, это еще интереснее, 1 рубль 70 копеек с заказа, либо 26 рублей в сутки. Ниже будет номер для подключения, пишите им в WhatsApp по всем вопросам. Экспопарк надежный и выгодный, всем рекомендую. Народ всем привет, меня зовут Руслан, мы на канале Батя в деле и очень частый вопрос, который ко мне прилетал в инстаграме или на канале или в личку вообще по звонку ко мне от всяких друзей и знакомых, то как сделать лицензию на машину. Об этом будет данный ролик, я все это прошел на примере своей машины и после этого вел еще нескольких людей, которые приобретали машины и поэтапно вместе с ними проходил, закреплял эту тему. Но собственно с ходом времени это надоело, теперь я готов просто записать об этом ролик, чтобы в дальнейшем все сократили свое время и делали это правильно. Быстро, кратко изначально об этом обо всем рассказать, по пунктам и потом более подробно каждый из пунктов разжевать, я бы поступил бы так. То есть я первое дело, я купил бы машину, второе это оклеил ее в ГОСТ, это либо у нас бело-серо-желтый, как у меня, либо желтый. Третье поставил на учет машину, четвертое сделал бы обычная ОСАГО, сначала без расширения такси, как нет лицензии, пятое открыл бы ИП и шестое это бы уже подал бы на лицензию. И после лицензии обязательно сделал бы расширение под такси, потому что могут быть с этим очень большие проблемы, о которых я также дальше расскажу. Так, ребят, опять же на фоне моя машина, вот на примере нее я буду рассказывать всю эту историю. Значит, все начинается с того, что мы должны приобрести машину. То есть я уже понимал, что я хочу, я выбирал между салонами, как бы торговался за стоимость. Но я до этого работал и на Рио, и на Солярисе, и на Рапиде. У меня до этого была Октавия, я, как бы, можно сказать, дружу с Шкодами, поэтому я понимал в целом, что я хочу. Рапид для меня был лучшим выбором. Приобретая, конечно, можно выбрать цвет машины. Если, как у меня, приобретать белую или сравнивать ее с черной, черную можно было бы купить, возможно, дешевле на 40-50 тысяч или еще какой-то цвет. То есть можно, выбирая, смотреть и экономить на этом. Как ни крути, в любых из случаев, там, белая, черная, синяя, нам придется их оклеивать. Если она белая, мы будем оклеивать ее немного в такой ГОСТ. Если она у нас другого цвета, тогда будем оклеивать ее полностью. Либо, вот как бывает, оклеивать в белую пленку и сверху ГОСТ, либо полностью желтую, как большинство такси мы их видим. Это ГОСТ Московской, Москвы и Московской области. То есть для того, чтобы нам получить в дальнейшем лицензию, нам нужно СТС с исправленным номером. Не белым, а уже подходящим под ГОСТ. Белая, серо, желтая, либо желтая. Фактически что? Первый этап мы купили машину, второй этап мы ее оклеили, и третий этап мы уже едем, допустим, в ГАИ, оформлять ее, получать номер и СТС с измененным цветом. Но хочу заметить, что я приобретал машину в декабре, очень плотно было с записью. Если кто-то примерно в такой же сезон берет машину, можете записываться сразу, просто приобретение машины. Потому что ближайшая запись для меня, она была примерно через неделю в ГАИ. А это, собственно, простой машины. Мы не можем, получается, сразу поехать ее оформить. После того, как мы получили номер и получили СТС, нужно заехать в страховую компанию и сделать себе ОСАГО. В случае меня я, конечно, никуда особо не езжу. Я пользуюсь услугами Инслиги. Это хорошая такая компания страховая, которая помогает мне последние несколько лет и решает вопрос с пометкой для такси, оформлением ОСАГО для такси. Те, кто работает уже не первый год, знают о том, как проблемно сделать себе ОСАГО с пометкой такси. У меня есть на канале об этом ролик. То, как я приезжал в страховые и страховых любыми способами меня отправляли домой и не хотели продавать мне эту страховку. То есть они пытаются отписками сказать, напишите заявление, мы вам там ответим или не ответим. Но расписку о том, что они не хотят продавать, никто не дает, при этом не продают. Если кратко, ниже будут контакты этой Инслиги, менеджера. И можете задавать все вопросы, они вам подскажут. И фактически сделают страховку без лишних проблем, без поездок, без трати времени. Ну и без проблем смогут сделать ее с пометкой такси. Но после оформления в ГАИ нам нужно сделать сначала обычную страховку, которую мы потом уже будем расширять под такси. Фактически с этим ОСАГО следующим этапом нам нужно то, что нам не хватает ИП. ИП нам нужно будет открывать и можно самому поехать в налоговую это сделать. Либо можно также воспользоваться удобностями сторонних компаний, того же самого какого-нибудь Тинькофф. Связаться с Тинькоффом. Там сейчас куча акций, я думаю, можно бесплатно открыть ИП, расчетный счет. И в принципе я так и делал. За счет них открывал ИП и расчетный счет. Фактически ИП я сразу открывал на общем налогообложении. Для того, чтобы потом его перевести в налогообложение на ИПД. Может быть не все знают, но самозанятый подходит для ИП как налогообложения. И в нем ты не платишь пенсионный страховой износ, то есть не платишь там лишних 40 тысяч в год. А платишь только с выполненных чеков, с выполненных поездок. Фактически открываем ИП на общее налогообложение и потом переводим на налогообложение НПД. А переводим его так, что нам просто нужен, чтобы у нас был аккаунт самозанятого. И автоматически в 90% случаев это происходит. Если это автоматически не произошло, придется писать заявление и через месяц переводить его уже вручную. Не в автоматическом режиме. 6 или 7 дней пройдет для того, чтобы нам сделали ИП, открыли его. И уже с готовым ИП, с машиной, с СТС, цветом ГОСТа, можно подавать уже на лицензию. Как бы нужно будет еще где-то 7-8 дней рабочих для того, чтобы получить лицензию. И с СТС и с ИП мы подаем уже на лицензию. Можно приехать в МФЦ, подать там, можно подать через ГОСТ услуги. И я не думаю, что это надо прям разжевывать. Если нужно будет кому-нибудь снять ролик и рассказать о том, как это подать через ГОСТ услуги на лицензию, пишите в комментариях, я сниму. Пока я думаю, что это очень просто. И об этом снимать и разжевывать, наверное, не нужно. Вот. Как только подали на лицензию, пройдет 7-8 дней. И после этого она будет готова. Я получал еще тогда в бумажном формате. Сейчас их получают как QR-код. То есть бумажку не надо будет забирать в МФЦ. У вас просто будет подтверждение уже в электронном формате. И уже после этого, очень важный момент, нужно будет расширять ту ОСАГО, которую мы сделали после оформления машины в ГАИ. Нужно будет ее расширять под пометку такси. Если мы этого не сделаем, мы можем попасть в большие проблемы. Один из моих знакомых не расширял. И когда у него случилось ДТП, по фотографиям, по каким-то параметрам, определили, что ДТП было с машины такси. И на такси была обычная страховка. Он был неправ. Его страховая выплачивала деньги. И спустя время через суд взыскала у него все затраты, которые произошли по тому ДТП. То есть 200-300 тысяч может уйти просто за то ДТП, которое случилось из-за того, что у вас не оформлена нужная страховка. Страховке тоже, по-моему, прописано, что если у вас вдруг случился такой момент, что вы оформили лицензию, то есть получили специальное разрешение. В течение трех или четырех дней вы должны уведомить страховую и расширить, доплатить денег, чтобы эта страховка стала специальной, типа как с пометкой «такси». Опять же, повторюсь, в компании, в Инслиге можно воспользоваться их услугами. Они помогают. То есть они смогут вам об этом всем рассказать и расширить вашу обычную страховку до такси без особых проблем. Ну или как бы прокурировать все моменты от оформления обычного сага вплоть до момента с расширением такси. Фактически что, подытожу, купили машину, оклеили ее в ГОСТ, съездили в ГАИ, оформили машину, получили номер СТС, оформили ИП, перевели ИП на налогообложение как самозанятый, подали на лицензию, получили лицензию, расширили страховку до такси, допустим, через тех ребят, через которых я делал последние несколько лет в Инслиге. И уже остается сделать несколько документов, как путевые листы и осмотр медиков-механиков, и можно выезжать на линию. Фактически сделать лицензию не так сложно, просто нужно потратить на это времени. Я купил машину 9 декабря, 21 декабря она у меня уже вышла на линию. Даже при незагруженности в сумасшедшем декабря, если сокращать время на всех этих этапах, то есть ожидая что-то, как ГАИ, допустим, делать сразу оклейку, или после приобретения оформлять ИП, и во время оформления ИП заниматься всеми остальными делами, чтобы сократить это время. Вот, в принципе, это вся история. Так можно подать на лицензию, получить ее и потом работать, как это делал я на своей машине. Всем спасибо за просмотр, всем удачи. Если будут вопросы, пишите ниже в комментариях, обсудим. И я попробую, если что-то было непонятно, еще более подробно на это ответить. Субтитры сделал DimaTorzok